Приветствую вас! Вы знаете, мне показалось из вашего текста, что вот при том, что вы такой достаточно развитый, интеллектуальный, эрудированный, я думаю, человек. Очень взрослый, очень волевой, сильный, локомотив, да, вот, ну, то, что вы описываете, что поднимаете учеников, классы. При этом мне показалось, мне так вот показалось, что где-то вы очень наивны, где-то вы очень бессознательно, как будто бы действуете, да, то есть, ну, вы очень где-то местами, вы очень бессознательно действуете, практически не понимая, что с вами происходит и чего в этот момент вы хотите, чувствуете. У меня вообще складывается такое впечатление, что я понимаю, что, вероятно, все, вы со мной не согласитесь, но, тем не менее, у меня складывается такое впечатление, что вы очень нуждаетесь в оценке, у меня сложилось такое впечатление, что вы очень нуждаетесь в одобрении, как он, как он там, вот, у меня такое впечатление сложилось, по крайней мере, и это довольно, знаете, так четко прослеживается, как будто бы вам вот нужно одобрение, как будто нужно, что вас оценили, вы как будто бы ждете постоянно этого, что вас оценят, что вас вернут и так далее, и так далее, и вам настолько, мне кажется, хочется этого, настолько вы в этом нуждаетесь, что не замечаете, даже как на вас реагируют другие люди, замечаете только то, как вы сами влияете на других людей. Мне видится так, что привыкну работать тяжело, упорно, отдавая все себя работе, вы ждете такого же от людей, ну, вы ждете от людей, может быть, не знаю, такого же отношения к себе, может быть, соответствующие реакции. Сказать, наверное, однозначно сложно, но выглядит все примерно так. Когда вам люди не дают такой реакции, вы испытываете разочарованность. Разочарование вам больно. Не могу не заметить некую вашу однонаправленность. То есть, вы занимаетесь только педагогикой, вы озабочены только обучением, значит, людей и ничего больше, фактически не делаете. Мне кажется, что это как минимум несправедливо по отношению к тебе, потому что получается, что вы занимаетесь только одним. То есть, получается, что вы делаете только одно. Мне кажется, что вот если что-то такое происходит, да, а ведь такое может происходить, вам действительно некуда деться. Если вам, так понимаю, ничего больше в жизни не интересно. Мне кажется, это не совсем хорошо, хорошо. Для вас, мне так кажется, по крайней мере, потому что человек, ну, человеку нужно иметь несколько направлений в своей деятельности для успешного и плодотворного развития. Что-то чем больше увлекался. Несколько направлений. Чем больше увлекался. Ну, такое ощущение, что кроме, собственно, учеба, у вас больше, ну, кроме обучения, у вас больше ничего нет. Вот, а как же, там, личная жизнь, а как же, там, развлечения, там, какие-то хобби и так далее. То есть, это все, вот этого всего нет. Да? И из-за этого, как мне кажется, обычные нормальные вещи, которые сейчас случаются, неважно воспринимается сейчас чересчур болезненно. Понимаете, да? Ну, понятно, что проблематика не только в этом, не только в этом проблематике. Проблематика в том, что вы себя не очень, вот, ощущаете, вы не очень замечаете, что с вами происходит. Понятно, что в этом проблематика тоже, как бы, есть. Но ключевой момент, он, как бы, даже не ключевой, а такой, знаете, системный момент, он, мне кажется, именно в этом. Системный момент, именно системный момент, это важно. Вот, 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 вот на это я хотел бы обратить ваше внимание, собственно говоря. И, вот вы говорите, да? Помогите мне избавиться от этой навесчивой мысли. Что делать-то делать, сейчас это отрывает мою жизнь. У вас нет альтернативы. То есть, вы, условно говоря, все вложились, вы все вложились в одно шпуп. Ну, это не выиграл, вы все потеряли. Вот это вот, такая, к сожалению, позиция, да, она в какой-то степени похожая на действие, ну, на действие игрозависимого человека. Он тоже на состав, на состав. Вот. Дальше. Вот вы пишите про карму. Мне кажется, карма, это вот уходит в некую мистификацию, да? То есть, вот, смотрите, важный момент. Вы очень, как бы, такой целеустремленный человек, но при этом, при том, что вы очень целеустремленный человек. У вас есть карма, у вас есть ожидания от других людей, ну, в смысле, что люди с вами хорошо там поступят и так далее. Вот. То есть, это вот есть какая-то здесь, такая абсолютно неожиданная, мне кажется, чувствительность, абсолютно неожиданная ранимость, абсолютно неожиданная эмоциональность. Вот. Которая вообще, не пойми откуда, казалось бы, появилась. Хотя, безусловно, причины есть и они заключаются именно в том, что, ну, в том, что вы себя, вот, в данном случае просто... зажимаете себя, в данном случае просто, а, с тяжелыми рукавицами, а, подавляете волосы, а, как бы... из-за этого вам иногда вещи, которые абсолютно естественны, непонятны, невестны, да? Вот. А вы пишете, смотрите, значит, вы пишете, мое признание, я люблю детей и свои профессии. Говорите вы. А, из этого вы ушли, там, значит, в школу на зарплату, там, в десять, там, тысяч. Знаете, вот, то, что у вас сейчас есть, ну, вот, есть, навешиваю. Такие мысли, да? Вот. Говорит о том, что вам не только важно, ну, не только, что вы любите детей. Вот здесь есть не только любовь к детям, здесь не только любовь к профессии, здесь есть что-то еще. Я ведь замечаю, как вы очень тонко, почти незаметно, но немножко ставите себя выше всех, с кем вы сталкиваетесь. И предруга, вы как будто сравниваете себя с ним. И директор, который не понял, не оценил, что, эээ, какая вы, и что вы легко ему дались, да? То есть у вас здесь есть некоторые внутренние ожидания от того, что вас признают, и болезненное желание этого. Вы это смешиваете с жертвенностью и готовностью на все ради детей и профессии. Но при этом у вас сейчас есть, эээ, как бы, навязчивая мысль о том, вот, значит, ну, типа, я поднял это место, да? Да, я, там, значит, в той школе было все замечательно, вот, ну, вот вы пишете, да, значит, смотрите, что вы пишете здесь. Значит, эээ, значит, вот вы пишете, что я уже не хотела туда идти, вы говорите, то есть вы уже перегорели. То есть вы выросли, вам бы в другую сторону смотреть, вот. Вы пишете, работа далась тяжело, прыгала по этажам, десять классов, капризные родители, вот. Дети меня любили, родители тоже, вот. Эээ, просто, как правило, припали нервы родители, эээ, значит, надо было, как это делали мои коллеги, вот опять вы пишете, что вам припали нервы, как будто вы сожалеете о том, что много чересчур, много вкладываете и получаете, получаете мало, сравнивая себя с коллегами. Вот. Здесь, опять же, проявляется не любовь, профессия и детям. Здесь проявляется, эээ, то, что вы сами себе не даете. Любовь, забыл, это тепло, которое вы себе не даете, не даете, проявляется вот в этом. Понимаете? И вы себе не позволяете, как мне кажется, ничего. В своей строгости, в своем аскетизме, эээ, в своей позлости, на отдаче, вы ожидаете, что это оценят другие люди. Но так получается, что не ценят. Не ценят там, что не цените вы. Если вам остается, это вот, получается, каким-то задним числом, а считать, что вас оценят, а вас не оценивают. А недовольство накапливается, конечно же, недовольство накапливается и, как бы, в итоге вы взрываете, сделаете какие-то поступки. Ну, такие, да, не очень, как бы, эээ, логично. Вот вы пишите, что, когда меня хвалили, значит, я пожимала плечами, я чуть-чуть разобраться работаю за счет. Вам сложно принимать похвалы, вам сложно принимать, эээ, завод говорит, хорошо. При том, что вы хотите от вас, безусловно. Вам бы научиться принимать какие-то позитивные, теплые чувства, идущие в страны, ну, в страны людей. Как бы, ну, в страны вот тех, 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 да, кто... Вам это, вам, как бы, это посылают. То есть научиться подпитываться, ага, не брать, а подпитываться благодарностью, да, эээ... То научиться нам принимать ее? Мне кажется, это очень важно. О, директор был недоволен, пишите вы, но отпустил меня с хорошими рекомендациями, хоть и не, я хоть так и не поняла, кто я, слишком легко отдавать. Ну, вот об этом я говорю. Эээ, так, я извинилась, я извинилась, что так происходит, мне неудобно, а комфорт играет большую роль. А вот почему вы извинились, вы хотели извиниться, или как, что, ну, что смотивировало вас на извинения? Вот. Эээ, имеют выгодные связи, достаточно собелюбивый человек. Как, как будто вы это говорите с негативом. Как будто мне, мне показал. Вот. Ну, пока вот что-то. Я предлагаю вам пока что немножко подумать, вот, переварить то, что я сказал. И дальше, если что, продолжить работу уже, потому что вам бы надо подразбираться в себе, поиследовать себя, а специалист вам в этом поможет. Удачи и всего самого доброго. Буду надеяться на ваш отклик. Удачи. Удачи.